Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео нам предстоит с вами проследить за битвой двух титанов современных шахмат, 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и 16-го действующего короля шахмат Магнуса Карлсена. Эти великие шахматисты сошлись в рамках Амбер-турнира в 2007 году. Это были быстрые шахматы и соперники разыграли очень острый венский вариант фельдзевого гамбита. В определенный момент этой интереснейшей партии Магнусу Карлсену была предложена хитроумная жертва коня, придуманная Владимиром Крамником. От реакции молодого Магнуса зависела судьба этой партии, принимать жертву или нет. Как разворачивались события мы с вами сейчас и увидим. Конь в 3 сыграл Владимир Крамник, любимый первый ход белого Владимира Борисовича. Конь в 6 сыграли черные, c4, e6, конь c3, d5, d4. Здесь Карлсен принимает гамбит и после e4 играет слон b4, слон g5. Это венский вариант принятого фельдзевого гамбита. Наиболее основным ходом является здесь c5, но Карлсен цепляется за пешку ходом b5. a4 играет Крамник, c6, e5 и h6. Это уже мотивы системы Ботвинника славянской защиты. Взятие hg, взятие на g7 и ладья g8. В этом положении можно было сыграть h2, h4, но Крамник ограничивается простым g3. Конечно, для него, как для большого любителя каталонского начала, этот ход как родной. Слон b7, слон g2 и c5. Рокировка и в этой позиции следует g4. Видимо, Магнус Кауссен надеялся, что белые отойдут конем. Дальше будет размен на g2 и просядет пешка на d4. Но в этом положении Владимир Порисович просто забирает на b5 и ставит своего соперника перед нелегким выбором. Что же делать? Забирать этого коня на f3, либо отказаться от его взятия. Компьютер пишет, что лучше всего было забрать не коня, а опасную пешку на g7. В этом случае все-таки белым нужно было отходить конем. И дальше после взятия забирать на g2 cd и далее ферзь a4. С угрозой взятия слона, также вскрытый шаг на слон c5, b6, конь d7, b7, ладья b8, конь e4, слон b6. Получается очень острая, но примерно равная позиция. Даже ход конь d6 здесь особо для черных не опасен, потому что они могут спокойно отойти королем на f8, сохраняя равновесие. Но Магнус Кауссен в этой позиции решил все-таки коня забрать и скушал на f3. Это довольно серьезная ошибка. Дело в том, что белые, конечно, остаются без фигуры, но делают ставку на мощную пешку g7, которую черные в этом варианте забрать не успевают. После взятия на f3 бьем, ферзь бьет f3 с нападением на ладью, конь d7 и dc. В этом положении нельзя играть слон c5, потому что последует ладья fd1 с угрозой взятия на d7, после чего черные должны будут брать именно королем, так как взятие ферзем приводит к потере ладьи на a8. Ну а дальше вторая ладья становится на d1 и ферзю на d8 очень и очень плохо. Здесь у белых уже выигранная позиция, несмотря на отсутствие легкой фигуры. Поэтому Магнус Кауссен сыграл сильнее. Он забрал на c3, после bc скушал конем на c5. Но все тот же ход ладья fd1. Ферзь c8. Приходится отступать по восьмой линии, контролируя ладью на a8. Но ладья d6. Крамник играет очень энергично. Он хочет пойти ладья c6 и отыграть фигуру, оставляя за собой большой материальный и позиционный перевес. Поэтому черный играет ферзь b7, надеясь на размен ферзей. Но, конечно, Крамник отскакивает на h5, нападая на коня. И имея в виду вторжение не только на h7, но в некоторых случаях даже на h8. Потому что пешка g здесь очень и очень сильна. Здесь Карлсон сыграл ладья c8, защитив коня. И в этой ситуации, конечно, можно было сыграть ферзь h7. Но тогда черные худо-бедно держались ходом король e7. А Владимир Крамник все-таки осуществляет свою угрозу и ставит ладью на c6. Но в чем же здесь дело? Оказывается, что в случае взятия на c6 bc ферзь bc6 проходит все тот же ход ферзь h7. Ладья просто теряется. Заметьте, что по восьмой линии уже второй ладьи у черных нет. И способа защитить эту ладью также в черных нет. Поэтому черные здесь сыграли иначе. Конь d3 пошел Магнус Карлсон. У него по-прежнему лишний конь. Но угрозы белых очень сильны. Ладья c8, ферзь c8 и вторжение второй ладьи на седьмую линию решает исход этой партии. Угрожает мат в пару ходов после ферзи f7. Ну и черные совершенно ничего не могут здесь сделать. Если пойти конь e5, защитив вот эту пешку, как-то отвлекая ферзя белых, то лучше всего даже не коня брать, а вторгнуться на h7 либо h8. И черные в итоге вынуждены расстаться с ладьей. Да и быстренько тут получают мат. Вот такая очень короткая, но красивая партия в исполнении двух чемпионов мира. В этом поединке Владимир Крамник продемонстрировал свои лучшие качества. Очень красиво пожертвовал коня. Но Магнус Карлсон все-таки не разобрался. Принял этого троянского коня в дар. И в итоге вынужден был проиграть партию. Надеюсь, что данное видео для вас оказалось полезным, интересным. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.